Звонки от имени сотрудников банков или полиции уже знакомы жителям нашей страны и стали неэффективны для мошенников. Поэтому они придумывают новые схемы, которые рассчитаны не только на пожилых людей, но и на другие поколения, которые свободно чувствуют себя в интернет-пространстве. Именно об этом на занятии всероссийского проекта «Урок цифры» рассказывают школьникам, которые все чаще становятся жертвами обмана. Мошенники изначально, когда взломают социальные сети, они изучают полностью все переписки ваших друзей, полностью информацию о вас. И, соответственно, они могут даже голосовые с помощью искусственного интеллекта поделывать от имени того, кого они взломали. Кроме того, нельзя открывать неизвестные ссылки, присланные сомнительными отправителями, а также верить в сообщения о выигрышах и победе в лотереях, в которых вы не участвовали. Такой вид мошенничества рассчитан на любопытство потенциальной жертвы или на ее желание получить легкие деньги. У меня было такое, когда мне было 12 лет, я также попалась на схему, что я выиграла в розыгрыше, перевела определенную сумму денег. Это было какое-то сообщение, и мне скинули ссылку. Я перешла на нее, и там был бот, и сделали чат, что вот, да, это правда, переводите деньги. Мне вот пришло там 150 тысяч рублей, и я маленькая, еще была, видимо, несмышленная, и решила, почему бы нет. У меня как раз прошел день рождения, мне подарили мои деньги, и я решила отправить. Уроки-цифры проводятся в школах раз в месяц. Они нужны, чтобы знакомить детей с современной информационной средой. Несмотря на то, что молодежь хорошо разбирается в гаджетах, в заданиях урока есть моменты, которые интуитивно не всегда понятны. Дети продвинутые, да, они, может быть, иногда даже в цифровых моментах знают больше, чем учителя. Но контент подобран таким образом, что там есть вот изюминка, которая детей всегда цепляет. И тот же видеоролик, и то же задание сформулировано таким образом, что с первого раза не всегда получается удачно ответить на поставленный вопрос. Заниматься можно не только на уроках, но и дома. Для этого нужно зайти на сайт урок-цифры.рф и выбрать уровень. Для младших, средних и старших классов он разный. При желании можно получить сертификат о прохождении курса.